здравствуйте это проект что дальше где мы говорим о том что ожидает в ближайшем будущем но мы надеемся в ближайшем будущем беларусь после того как лукашенко уйдет и неважно там в отставку либо сбежит и сегодня мы будем говорить об экономике вопрос который очень интересует наших подписчиков и зрителей на связи у нас сегодня сергей чалый для тех кто не знает здравствуйте сергей здравствуйте лурзин сергей очень короткий экскурс будет вашу биографию значит во первых сергей является автором и ведущим программы давайте разбираться экономика с чалым набился также много лет и есть такой замечательный проект как экономика на пальцах на портале тут бай но кроме всего этого сергей сергей хорошо понимает ситуацию и весьма давно занимается экономикой потому что в девяносто третьем году сергей участвовал в качестве в предвыборном штабе кандидата в президенты республики беларусь александр лукашенко того самого кандидата который до сих пор думает что он президент также я насколько сергей если я где-то ошибусь вы можете меня исправить но если я все правильно если не врет википедия вы еще и в команде милинкевича тоже консультировали александра милинкевича по экономическим вопросам ну да да хотя не совсем это было с выборами связано но этот этот опыт был сергей давайте для начала мы наверное обсудим актуальные актуальные моменты вопросы как вот сегодняшнего дня поскольку год заканчивается может давайте так оценим нынешний год экономику беларуси в этом году насколько дела обстоят лучше или хуже чем например в девятнадцатом ну на самом деле дела обстоят даже я бы с девятнадцатом и сравниваю сравнил с десятым фактически у нас потерянные десятилетия но сейчас доходы населения примерно такие же как были в десятом году вот то есть ну по крайней мере считать эти 500 долларов обещаний которые так по-прежнему меньше экономика не растет это было понятно уже примерно к пятнадцатому году после этого ничего не поменялось вот серьезного экономического роста потенциалов для этого вот и в той модели которая сложилась нет отставание от соседей увеличивается каких-то драйверов роста не просматривается наоборот мы видим что из-за возникших политических рисков да то есть те отрасли которые были когда-то считались там надеждой того что это может быть какая-то новая экономика тот же айти они активно пекут из страны вот масса людей убежали культу офицированных ну то есть в принципе как бы в рамках этого курса ничего нового предложить они не могут значит и отставание в доходах которые постепенно разрыв этот растет соседями приводит к тому что уже уже пару лет как такое было как все больше было желающих что называется уезжать на заработки а иногда его всегда вот может быть этим как раз было связано желание закрыть границы в общем как-то грустно на самом деле то есть мы получили полноценный застой на то что вот на самом деле во времена брежнева то что называлась стабильность слова застой появилась позже ну так вот и у нас у нас тоже термин стабильность а потом наверно этот период будет называть застоем скажите пожалуйста и сергей мы вот каждый раз когда говорим об экономике и смотрим на цифры но вот так вот откровенно все все то большинство белорусов которые надеются на скорейшее изменение в политическом курсе в изменении главных политических фигур каждый раз когда говорим об экономике надеемся что ну скажем так это катастрофическая ситуация в экономике приведет к скорейшей скорейшему уходу не захвативших власть в беларуси если мы говорим о том вы говорите о том что в десятом году но ситуация похожа с десятым годом да то есть там и мы попросила все по всем показателям есть бюджета какая разница вот в этом дефиците бюджета с если сравнивать с десятым годом насколько двадцатый год в этом плане хуже выглядит в десятом году еще по сути дела не было того кризиса 11 он как раз был результатом еще вот этого бурного роста предыдущего 10 лица да то есть тогда еще представление о том как какой тупик мы зашли еще не было это было у нас примерно только в двенадцатом году на самом деле даже я бы сказал в пятнадцатом потому что попытка отвечать на кризис 11 года была идея модернизации промышленности которая три года осуществлялась пятнадцатом принципе там стало понятно что она потерпела крах вот и примерно с этого времени идеи какие-то что делать как где искать источники роста они закончились 10 год это был такой год надежды на самом деле еще казалось что там впереди там выше нас только небо сейчас мы имеем дело с настроениями экономических агентов которые понимают что лучше в рамках этой системы не будет точно то есть вот примерно так как есть и сейчас постепенно и загнивание вот в этом ты как раз и большая проблема что он смысле что слова проблемы здесь может быть не совсем точная дело в том что особенность в том что в отличие от десятых годов власти экономические научились справляться с острыми кризисами вот как например кризис того же 11 года как кризис декабря января 14 15 годов то есть как бы по аналогии с врачами научились купировать какие-то острые приступы вот но проблема в том что хронические заболевания никуда не делись но надежды на то что будет какой-то такой вот внезапно там пациент то бишь наша экономика сядет там скажет ой что-то как-то там в бок колец что это такое может летом перестать там пить курить или что-то еще и поменять свое поведение на самом деле этого не будет происходить будет происходить как раз таки очень медленное погружение дальнейшее погружение в болото и и так и это как раз то почему скорее всего экономика не будет основой каких-то политических изменений потому что изменения будут настолько маленькие что в общем то как мы знаем лягушку можно говорить долго и пусть еще до снижения жизненного уровня довольно велик сергей на ваш взгляд какие у сейчас у нынешнего режима есть возможности и рычаги для удержания вот экономической ситуации на том уровне который как какой есть потому что складывается впечатление что сейчас все экономические умы приближенные к лукашенко работают над тем чтобы просто как можно дольше продержаться не обрушен экономику и не не зайдя там двумя ногами в кризис то есть вот какие есть рычаги для удержания как долго это может продолжаться потому что по сути непонятно откуда брать деньги ну давайте тогда я еще немножко подробнее объясню что сейчас происходит дело в том что экономика сейчас развивать ну то есть она находится совершенно ненормальном состоянии и то есть такая большая человеческая особенность принимать текущие за нормальность а это вот так-то где мы оказались это совершенно ненормальность то есть сейчас политический кризис который никак не разрешился он оказывает очень серьезное влияние на то что с экономикой происходит то есть грубо говоря экономика замерла в нетерпении экономические агенты за ним замерли в нетерпении поведение потребителей поведение домохозяйств очень хорошо видно да теряется доверие в банковской системе теряется доверие к белорусскому рублю люди как бы не видят серьезных перспектив как сказать надежды на то что их их благосостояние будет расти нет поэтому они не планируют долгосрочные покупки что естественно сказывается на экономической активности тоже самое отношение бизнеса потому что бизнес не понимает каких условиях и с каким конечным спросом ему придется столкнуться вот это очень хорошо видно что последние до последние два месяца особенно это наконец пришло в бизнес да то есть если еще там предыдущие несколько месяцев с августа там как бы все думали что ну может быть это закончится быстро ну непонятно как но как-то закончится то или иной победы одной стороной перестанется понятно что никто не понимает что делать дальше вот это начинает уже сказываться на планах на будущее вот то бишь и плюс еще и действия экономических властей на самом деле я не говорю здесь конкретно про лукашенко и людей которым например дорога еще целостность нашей там или вообще же не способность нашей банковской системы там финансовую систему еще чего-то на там тому же нас банку то есть они сейчас погрузили и экономику в том числе в такую искусственную ком да то есть нас банк не предоставляет банкам ну там за исключением совсем приближенных она совсем радикальные какие-то случаи там когда не помочь нельзя да не предоставляют белорусские рубли потому что белорусские рубли которые если бы он их кредитовал моментально оказались бы на валютном рынке и моментально этими же рублями эти банки стали бы играть против собственного рубля вот ну естественно это приводит к тому что все вот все вот находится в состоянии такого вот паралича да это вот все вся экономика все абсолютно те кто на нее влияет и экономические агенты те кто создают условия они замерли вот в таком оцепенение и ответа у них то быть не может потому что все на самом деле как бы обращают взор и к политикам и так ну и что говоря как существует его невысказанное это такое невысказанное напряженное ожидание смысле но окей ну что дальше какой в каков эндгейм да то есть чему мы чему вы хотите чего вы хотите добиться если примерно понятно там скажем что что будет случае если власть поменяется то совсем непонятно что будет если она не поменяется понятно как бы чуть чего она хочет она хочет полноценного такого видимо тут уже освенцима да судя по по самому и движениям в эту да в эту сторону да ну понятно же что это так сказать это тоже не работает в долгосрочной перспективе то есть экономика там просто не живет да вот и поэтому сейчас все находится в таком напряженном ожидании я думаю особенно в напряженном ожидании находятся те бизнесы которые так или иначе существовали во многом благодаря дружбе с властью либо по поручению непосредственно потому что у нас такие же у нас олигархи же они условно говоря их нет но и те кому называть олигархами это такие назначенные агенты по управлению временную управляющая собственность назначенные олигархи там очень забавно звучит конечно сказалев это как раз о том вот вы сказали интересно что там дальше вы сказали что понятно что примерно понятно что дальше в случае победы демократической стороны давайте попробуем вот отправиться туда так что же собственно говоря дальше случае победой демократической стороны там дело в том что бы как мне кажется давно уже у нас сложился определенный консенсус относительно того в чем главные проблемы особенно в экономике в чем они и что не в общем нужно делать причем этот консенсус он такой широкий он включает себя и международные структуры мировой банк нвф банки реконструкции развития и так далее он включает себя специалистов евросоюза включают себя большинство экономистов беларуси которые скажем за исключением совсем уже там политических должностей до независимых экспертов в принципе все примерно уже давно понятно что основные проблемы в экономике связаны с неформированным государственным сектором что именно реформы его там по-прежнему еще живущего там советской экономики и как бы без этого не будет никаких источников роста натягивает на себя ресурсы это такие сорняки которые растут у вас на поле и бессмысленно сажать что-то в это поле полезное потому что они оттягивают все питательные соки без проповки да ничего расти не будет поэтому же написано огромное количество документов огромное количество планов вот и все опиралась на самом деле до сих пор вот самый главный вопрос как бы такой политико-экономический был какого черта нынешняя власть понимает что источник экономического роста нет не идет на эти рецепты а очень простой причине когда вы 25 26 лет находитесь у власти и не признаете своих ошибок то никакие реформы него не невозможно потому что все что вам остается говорить это то что там и молодцы и все что есть сейчас это прекрасно и нужно не реформировать а только совершенствовать но проблема в том что совершенствовать это некуда вот это это тупик откровен так что там в общем что касается экономики я я больших проблем совершенно не вижу больше того я уверен что начните эти экономические реформы они с большим энтузиазмом будут поддержаны международными структурами вот опять же потому что многие из них уже очень сильно как сказать много интеллектуальных ресурсов заинвестировали в белоруссии интересен этот кейс во многом вот политически тоже примерно понятно о чем будет речь что требуется полноценная реформа судебной системы вообще всей системы которые за которые без которой невозможно ты создать ситуация правового коллапса который он случился вы же понимаете что нормальная экономика работает только в том случае если контракты исполняются если вы не можете там не знаю там послать какой-нибудь омон да там написал донос о том что а мне кажется что там значит мой конкурент он мысленно поддерживает протест у нас такая была был недавно был осужден человек да да на сутки за мыслями пара слежа тесто так что да то есть я потому что вот этот абсурд он возможен и поэтому я к тому что здесь как раз таки и у меня вообще нет серьезных сомнений относительно то что будет происходить независимо от того кто придет на смену нынешней власти там примерно коридор возможностей он такой небольшой и все они примерно все описаны то есть по сути получается так что экономические экономические реформы рост и приборок преобразования восстановления экономики невозможно без политических реформ то есть нужно менять право правовое поле проводить реформы политические тогда собственно можно ждать экономического роста то есть какие-то as оставив все в такой ситуации какие случаи если вот нынешний режим остается там еще месяц и полгода на своем месте невозможно спасти экономику как бы они не старались скажите пожалуйста сергей давайте просто найти еще можно еще одну мысль да конечно чуть-чуть развитие дело в том что вот сейчас понимая что как сказать что в общем-то экономика зашла в тупик но за исключением может быть одного человека там трех там его окружение на это непонятно всем остальным это понятно то сейчас правительство начинает писать планы например программа действий правительства там до 2025 года но это немножко смешно звучит да в этой ситуации потому что 25 год сейчас это как нечто такое совершенно непредставимое но тем не менее они начинают писать планы которые во многом напоминают то что в общем нужно с экономикой делать проблема же правильно вы заметили что все упирается в политическую волю и я бы даже сказал что есть теперь появляется большой риск при сохранении нынешней политической власти в том что прописанные правильные шаги все равно сделал не будут сделаны половинчато потому что ну к окончательных реализации невозможно она противоречит главным принципам вообще того как должно быть государство устроено вот и это приведет к большим негативу чем если их делать не буду в том смысле что мы можем получить серьезная дискредитацию разочарование в идее самих реформ который будет если не дай бог за них возьмутся нынешняя власть звучит не обнадеживающе сергей я вернусь к тому что хотел спросить потому что вопрос такой прям постоянно его можно услышать собственно когда сменится сменится власть сменится политический курс будут проведены политические реформы как много времени понадобится на восстановление экономики на то чтобы все-таки начался рост и причем такое ощутимый для населения сколько это займет по времени но вот и если представить что в новый год вдруг лукашенко говорит о том же он очень устал и улетает но это зависит от того какие цели еще такой момент как пропорционально влияет нахождение у власти лукашенко и вот и нынешние вот всей вертикали то есть если они у власти еще месяц два три то как это влияет будет влиять на восстановление экономики то есть какой там рост если не еще месяц у власти нам значит надо будет на месяц больше восстанавливать если они два месяца власти то на полгода дольше нам надо будет восстанавливать есть там какая-то корреляция ну не знаю мне кажется что что львиная доля урона экономического политика уже нанесла первыми буквально днями и месяцами после выборов. Вот там ситуация прям уж так совсем радикально вряд ли изменится. А вот если отвечать на вопрос, как долго понадобится, для чего, зависит от того, какую цель мы ставим. То есть если все-таки мы ставим целью, ну здесь я к чему, что у нас сейчас нет какого-то острого экономического кризиса. У нас главная проблема в отсутствии перспектив, а не в том, что там все плохо и нужна какая-то реанимация. Ну вот продолжаю эту аналогию о том, что приступа нет, есть проблема массохронических заболеваний. Вот. И если вы хотите решить главную проблему, про которую я уже говорил, а именно отставание от соседей, которые приводят к тому, что мы превращаемся в донора образованной квалифицированной рабочей силы и в общем все, то есть люди просто едут туда и мы теряем социальный капитал, то это в общем длительный процесс. То есть это займет, ну я думаю, поколение примерно, не меньше, для того, чтобы мы, скажем, могли почувствовать, как Польша, например, да, там, что вот был ужас-ужас, там, забастовки, шахтеры, там, безработица и все остальное, и вот наконец, как бы, страна почувствовала себя, так сказать, богатой по региональным меркам. То есть это вот лет 20-25, не меньше. Но это на самом деле еще немного по историческим меркам в действительности. Вот, потому что впереди-то дальше уже целая вечность. Звучит-то, звучит как-то нерадужная перспектива того, что если мы начнем изменения, то это займет 20 лет. Нет, нет, это не имеется в виду достижение цели, а создание-то условий для этого, это буквально там пару-пару-пару лет. Я думаю, что это меньше одной каденции президента какого-то, который будет там новый, или президентки, если там будет то, кого мы избрали. Вот, то есть это все делается буквально в течение нескольких лет. Но, опять же, это именно создание условий для экономического роста. Понимаете, то есть я к чему? Что когда я говорил про 20-25 лет, это когда люди вот уже могут так оглянуться назад, сказать своим сыновьям и внукам, что вот смотрите, вот теперь вы видите, чего мы добились. Это одно. Ну, но в принципе, наверное, даже экономически и политически было бы достаточно более короткого периода, когда люди бы сказали, ну вот видите, теперь-то у нас появилась перспектива, теперь-то мы понимаем, что мы живем не в безнадеге этой вечной, да, в этом застое, а теперь-то есть ради чего здесь жить и работать, а это гораздо более короткий срок. Сергей, скажите, пожалуйста, тогда давайте сейчас попробуем понять, как надолго у режима хватит денег для того, чтобы держаться за свои кресла. Постоянно говорят о том, что очень важно экономическое давление, экономические санкции для того, чтобы у режима закончились деньги на содержание силовиков и самого себя. Какой вообще запас прочности экономический у нынешнего режима, если представить, что европейские банки, международный валютный фонд перестают выделять кредиты, и Россия перестает выделять кредиты, потому что как-то сейчас у нас там не очень хорошее отношение в этом плане. Как долго продержится режим на том, что есть? На золотовалютных запасах, резервах и на станках печатающих деньги? Ну, смотрите, я вас немножко здесь, наверное, разочарую, потому что мое мнение как раз заключается в том, что главная угроза не в том, что деньги внезапно закончатся, а в том, что они не закончатся. Я как раз, мой такой основной сценарий заключается в том, что Россия, при том, что не дает денег для того, чтобы мы могли развиваться, но она дает их на поддержание штаммов. Я даже подозреваю, что Россия заинтересована в превращении Беларуси в такой вот застойный гнойник экономический и политический в этом регионе. Ну, в принципе, это соответствует тому, что Россия делала на своем постсоветском пространстве с теми регионами и странами, в которых она влазила. Это и Приднестровье, это и Осетия, Абхазия, это и Донецк, Луганск и Крым и так далее, и так далее. То есть развивать не получается, но получается создавать такие Палестины и гнойники. Поэтому я боюсь, что сохранение страны в таком именно состоянии соответствует установкам нынешнего российского руководства. Это означает, что не будет такого вот краха, после которого там, ой, денег не хватит на силовиков. Но силовиков-то как раз их довольно долго будет хватать. Больше того, мы же видим, что там не так уж и... Многие из них остаются там вовсе не потому, что там какие-то прямо уж сверхвысокие зарплаты. Там многие из них находятся вынужденно, потому что у них долги там и прочее. Либо потому, что там уже просто начинает работать тот механизм, который всегда работает на превращение автократии в тоталитаризм. Когда начинают делаться опоры на самые низменные там садические элементы. Как это было в Германии 30-х годов, на этих коричневых рубашечников, на вот эти вот там летучие отряды боевиков и прочее-прочее. У нас тоже такие попытки были. Но, в принципе, мне кажется, что у нас органы, которые раньше называли правоохранительными, они все больше вот в такое превращаются. То есть мотивация людей сохраняться и поддерживать существующий режим, с той стороны, может быть, очень разные, включая вот такие вот далеко не самые материальные вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, если так, просто пытаться институтно отвечать на вопрос, насколько денег хватит при том уровне трат, который сейчас есть, ну, примерно на год там запас прочности есть. По крайней мере, что касается дефицита бюджета накопленных остатков, что касательно золотых резервов, там как раз все не очень хорошо, потому что там львиная доля, их не ликвидна, они в золоте, их продавать сложно и так далее. А, собственно, денег в тумбочке там как раз довольно мало, довольно много уже было потрачено в эти несколько месяцев после выборов, когда был основной бегство людей из белорусского рубля и из банков. Вот, то есть, как бы запаса прочности нет, но в то же самое время сказать, что там что-то такое должно рваться, нет. Вот я все время, я пытаюсь вот в вашем разговоре все время говорить о том, что люди ждут не то, да, и опасаются не того. Опасаться нужно не краха, опасаться нужно не кризиса, опасаться нужно вот застои и гниения, да, вот, опасаться нужно безнадежного состояния, потому что все-таки, знаете, весь мой опыт предыдущей анализы того, как действует наша власть во времена экономических кризисов, показывает, что антикризисные меры они принимать могут, но просто за ними дальше ничего не следует. То есть, лечение, лечение хронических заболеваний не происходит. Понятно. Так, Сергей, это понятно. Это очень хорошая мысль, и очень здорово, что это проговаривается, потому что это нужно слышать и понимать абсолютно всем. Скажите, пожалуйста, вот буквально на днях в очередной раз представили направление, скажем так, легального экономического давления, это так называется. Штаб Светланы Сихановской представил всем направлением легального экономического давления, и вот у меня к вам вопрос, вы, наверное, слышали об этом. Это внутренние санкции, где белорусы должны ограничиться в покупке товаров и услуг компаний, которые поддерживают и спонсируют режим, расследование коррупционных схем, заморозка международного сотрудничества, остановка международного сотрудничества, закрытие международных финансовых рынков для эмиссии новых гособлигаций, ограничение экспорта ключевых предприятий, это вот как в случае компании Яра и Беларуськалия, и остановка иностранных инвестиций со стороны государств и предприятий западных, во всяком случае. Вот семь этих пунктов, насколько это действительно может повлиять на, скажем так, насколько сильно это может давлеть на режим? Я вас изочарую, нет, не повлияют. Дело в том, что сейчас власти ради сохранения политических, значит, вот того строя, который есть, да, себя там в кресле, фактически действительно интересы одного человека сейчас настолько важны, вот как он говорит, там, синими, или каким-то там, синеющими пальцами, там, за трон держаться не буду, хотя именно это и происходит. Нет, это желание настолько сильно, что власти сами, политические власти сами готовы наносить какой угодно экономический ущерб стране. Они этого не боятся, они сами это сейчас делают. Многие их действия, как бы с точки зрения экономического ущерба, разрушительнее, чем любые там реалистичные санкции, которые могут быть приняты. Вот, поэтому, ну, и больше того, многие, многое из того, что в этом плане прописано, эти, так сказать, эти санкции, самосанкции, в общем, эти меры, они и так уже были in place, да. Скажем, доступ к внешнему финансированию, он и так, в общем, был закрыт практически в этом году. Ну, там, безумно дорогие внешние заимствования, вовсе не нужно, как бы, что называется, принимать какое-то решение, запрещающее брать эти деньги, потому что мы и так их брать не будем. Это глупо по таким процентным ставкам это делать. Вот, сотрудничество с международными финансовыми структурами, да, пожалуй, это важный инструмент, потому что они финансировали то, для чего у белорусской экономики не было средств. В основном это были длинные инфраструктурные проекты, которые не окупаются быстро. Это дороги, это мосты и так далее. Вот, и суммы там приличные, это полтора-два процента ВВП в год. То есть вот это сильный инструмент на самом деле. Международные инвестиции какие-то иностранные. Слушайте, там какие инвестиции у нас бегут на самом деле, у нас отток прямых иностранных инвестиций последние месяцы. Это и так уже все произошло, уже не надо для этого никаких политических решений. Экономическая неопределенность столь велика, что только безумцы какие-то будут сюда инвестировать или жулики, как какие-нибудь там ребята с Ближнего Востока или чего-то еще. Но опять же я хочу сказать, что сейчас в логике решения властей преобладает желание политического выживания даже ценой экономического ущерба. Ну то есть по сути режим сам себя экономически готов уничтожать и пожирать только для того, чтобы удержаться у власти. Это абсолютное наплевательство на граждан, на экономическую ситуацию. Это понятно. Это весьма интересное размышление. Такое, знаете, заставляет задуматься обо всем происходящем. Сергей, сейчас давайте... Я просто говорил про такой пример, когда связь прервалась. Я просто говорил про то, как, например, все же там долгое время обсуждали, какой ущерб может быть нанесен банковской системе отключением от свифта. Да, да, да. Но на самом деле власти, когда боролись с условными оппозиционерами, организаторами, короче, они постоянно ищут каких-то мифических заговорщиков, они там списывали с карточных счетов средства, которые приходили в виде помощи из фондов солидарности. Причем заводя карточки там в минус и так далее, и так далее. То есть я уверен, что... Это вот конкретный пример того, когда вы сами своими собственными политическими действиями наносите экономический ущерб, несравнимый даже с тем, которые вам могут нанести там какие-либо санкции. То есть что еще вы можете сделать для того, чтобы подорвать доверие к собственной банковской системе? Вы сами себе стреляете в ногу. Это никого не останавливает, это никого не пугает. Вот, про банковскую систему и свифт. Давайте попробуем как-нибудь... Это не то, чтобы сейчас блиц, запрос будет, но попробуем очень коротко вот с такими вопросами разобраться. Сергей, верите ли вы в перспективу отключения Беларуси от свифт? Нет. Даже в долгосрочной перспективе? Могу дать даже чуть более разорнутый ответ. Там на самом деле несколько причин, почему этого не произойдет. Во-первых, потому что, значит, ну, во-первых, это же не государственное учреждение, это коммерческая структура. Они заинтересованы в том, чтобы ими пользовались как можно большее количество стран. И если их часто будут использовать как инструмент политических, значит, давления, наверное, какие-то там режимы, да, то они тем самым подрывают вообще желание кого бы то ни было к ним присоединяться. Это раз. Второе, это то, что все-таки исторические примеры, когда эти санкции в виде отключения отдельных банков, даже не всей банковской системы от свифта происходили, это были страны Ирак и Северная Корея. Это страны, которые, как сказать, ну, то есть почему вообще это происходит? Потому что почему американцы сейчас имеют влияние над этой европейской коммерческой структурой? Благодаря тому, что они сумели, как сказать, убедить всех, что им важно иметь контроль над возможностью, так сказать, отслеживать транзакции, которые могут приводить к финансированию международного терроризма. Ну, или, например, вот государственного терроризма. То есть для того, чтобы такие санкции были возможны, нужно, чтобы режимы, против которых они применяются, несли серьезную угрозу мировому сообществу. Белорусский режим явно не... То есть Иран и Северная Корея это все-таки страны были с ядерной программой. Иран даже можно было обвинять в том, что он там спонсор терроризма, по крайней мере, в регионе и так далее. То есть а у нас проблемы внутренние целиком, и Северная Корея к этому не имеет ни малейшего отношения. Но у нас тоже есть своя ядреная программа, вот эта, которая в Островце никак не может начать работать. Посмотрим, что с ней будет дальше. Сергей, очень часто говорится о том, что общенациональная забастовка, которая никак не наберет нужные масштабы, могла бы в целом, если бы остановились ключевые предприятия, повлиять на ситуацию. На ваш взгляд, вообще какие предприятия должны целиком и полностью остановить работу, для того, чтобы это было ощутимо для режима? И вообще имеет ли это смысл? Ну, во-первых, как сказать, знаете, в чем дело? Когда мы говорим о том, что забастовка важна для успеха, там, революции или чего-то еще, мы мыслим парадигмами старыми, столетней давности, парадигмами, не знаю, пролетарской революции, да, там, времен. То есть, грубо говоря, индустриальными категориями. У нас сейчас мир постиндустриальный, да, то есть, вот, такие, такого рода вещи, ну, то есть, грубо говоря, IT уже, там, по притоку валюты в страну превосходил любые, любые старые отрасли. И при этом не имел такого огромного запаса физического капитала, который нужно было поддерживать, да, и не требовал таких гигантских, там, инвестиций на поддержание штанов. Вот, то есть, экономика поменялась, и важность этих предприятий, она уже не такая большая. Есть буквально несколько, так называемых, как у нас говорят, валообразующих предприятий, и главным образом это предприятия-экспортеры, которые действительно обеспечивают валютную выручку, которые действительно каким-то образом удерживают, там, белорусский рубль от крафа. Это главным образом нефть и проработка, это нефтехимия, да, то есть, это, ну, это все отрасли, как бы, сырьевые первого передела. Это Беларусь-Калий, это два нефтепрерабатывающих завода, это Гродно-Азот. Ну, вот, по большому счету, практически все. Сергей, вы как раз сказали про IT, потому что вот эта сфера являлась, ну, такой, скажем, ключевой по притоку иностранной валюты в страну. Сейчас на рынке IT есть, скажем так, мягко говоря, некоторые проблемы. Это релокация бизнеса, это айтишники, которые уезжают из страны. Можно ли считать вот эту забастовку? Вот если вдруг начнут бастовать айтишники, вот перестанут вообще работать, может быть, это как-то повлияет? Нет, это, несомненно, уже влияет, но влияет просто как? Таким образом, что власть этого влияния не чувствует, чувствует вся остальная экономика. В том смысле, что деньги, которые приходили, валюта, которая приходила в страну, она же оставалась в руках самих айтишников, и дальше они уже ее тратили по своему усмотрению внутри страны. Вот, через свой собственный внутренний спрос. Вот, это же не то, что ваше государственное унитарное предприятие «Беларуськалий» получает деньги на счета, и вы можете им распоряжаться по собственному усмотрению. Хорошо. Вот, но я просто к тому, что это не менее важно на самом деле, потому что деньги, которые приходили в айти, это были деньги, которыми распоряжались частные люди, которые не государство решало, куда их направить, да, и благодаря им во многом росли многие отрасли, там, практически вся сфера услуг, она поднялась во многом на росте благосостояния как раз вот таких высокооплачиваемых категорий населения. Сергей, еще несколько очень важных вопросов, например, такой. Снимать ли деньги с депозитных счетов? Ну, вообще, снимать ли деньги со счетов беларусам? Храните их под подушкой в какой-нибудь более твердой валюте, чем рубль. Ну, я, слушайте, не буду давать этих советов. Это все может быть расценивано как призывы там и прочее, там, нанесение ущерба и так далее. Я просто скажу, что на самом деле для того, чтобы люди так делали, вовсе не нужно к этому призывать, они и так уже так поступают. У нас же Национальный банк регулярно отслеживает потребительские предпочтения, и там видно, видно, например, вот если брать, скажем, там есть такая социологические опросы, где в рамках вот этого no-view customer, значит, они смотрят портрет вкладчика, да, там предпочтительные инструменты, где деньги держать, то если, скажем, год назад еще банковские депозиты люди рассматривали как инструменты для вложения сбережений, там, порядка 30%, то сейчас это ниже 10%. Это происходит уже прямо сейчас. У нас, понимаете, у нас люди настолько научены опытом, я бы сказал так, у нас, может быть, экономическая грамотность не очень хорошая, понимание, как процессы функционируют на таком системном уровне, но ощущение того, что когда требуется безопасное поведение, когда лучше, лучше-ка я, там, может быть, не заработаю, но зато не потеряю, вот на это у нас, у нашего населения прекрасное чутье, на самом деле. Хорошо. А в какой валюте лучше хранить свои сбережения, доллары, евро или биткоины? Ой, нет, биткоины – это вообще не деньги, это некое, так сказать… Ну, криптовалюту хорошо отметаем. Цифровая, цифровая, да. Ну, слушайте, это уже будет восприниматься как инвестиционный совет, но мне кажется, что у евро лучше перспективы, чем у доллара, просто в связи с тем, что, как мне кажется, что доллар будет иметь долгосрочную тенденцию на некое ослабление, в связи с тем, что к власти пришла демократическая администрация, в интересах которых будет увеличение бюджетного стимула и так далее. То есть, как бы, в том числе, в том числе, то есть планы по стимулированию экономики Америки, в том числе за счет мер, которые приведут к ослаблению доллара, против остальных валют. Сергей, еще парочка очень важных вопросов. Сейчас на рынке недвижимости в столице, вот вы как раз об этом говорили в одной из своих передач, по-моему, это на Белсате было, да, говорили о том, что вторичный рынок жилья, это где выставляются на продажу квартиры, предложений огромное количество, спрос очень небольшой, при этом цены на недвижимость не падают, а держатся на достаточно высоком уровне. Когда можно, на ваш взгляд, ожидать падения цен на рынке недвижимости? Ну, во-первых, смотрите, как бы, если... То есть, те цены, которые не падают, это не настоящие цены, это не рыночные цены. Понимаете, цена – это то, по чем проходит сделка, а не те хотелки, по которым выставляют на продажу квартиры те, кто хотят их продаж. Если квартиры не продаются, если у вас 15 раз больше желающих продать, чем купить, а цены не меняются, это означает, что цены эти просто неадекватные. Настоящая рыночная цена ниже в действительности. И можно даже легко представить такой мысленный эксперимент, а может даже и не очень мысленный. Например, вот вы видите квартиры, которые вам нравятся, вот она стоит там, условно, там полмиллиона, да, значит, вы приходите с 400 тысячами долларов в чемодане и говорите, вот, как бы, прямо сейчас, вот деньги, да, но только вот цена такая. Согласна? Нет. Если сделка проходит, это означает, что цена, на самом деле, была ниже, там, на 20%. То есть, вот как это работает. И я уверен, что рынок мертв, просто потому, что люди, которые в недвижимость вкладывались, они пока еще просто не готовы принять новый уровень цен. Вот, но это неизбежно произойдет, потому что альтернативой является то, что эти… Знаете, как, это… Вот мы привыкли к тому, что бывает, когда цены неправильно установлены государством, да, когда, например, какие-то товары стоят слишком дешево, когда вы цены регулируете, тогда вы возрастет дефицит. А это вот обратная ситуация. Это как бы… Что бывает, когда цены регулируются не государством, но они тоже не рыночные, и тогда рынок тоже мертв. А назовите, пожалуйста, если есть размышления на эту тему, главный, самый лучший экономический ход, главный успех в экономике за 26 лет, либо, ну, не либо, а и самую большую ошибку в экономике? Ну, вот нынешней власти. С насчет самое… Самое… Ну, какой-нибудь самое адекватное решение. Я бы… Нет, я бы… Я бы… Ну, вы хотите это решение власти или просто какое-то достижение… Достижение, наверное. Вот, я бы сказал так, что помимо воли, помимо желания, помимо экономической и политической повестки, которую хотело бы руководство, да, а их желание очень простое. На самом деле оно описывается одним единственным словом – контроль. И контроль за денежной и финансовой экономической сферой, и за поведением экономических регионов, и контроль за политикой, да. Тем не менее, за эти годы выросло много того, что самостоятельно жизнеспособно без помощи государства. Что в гражданском секторе мы видели просто невероятный взлет, вот начиная с коронавируса и заканчивая вот тем, что происходит сейчас, программ солидарности и самоорганизации общества на горизонтальном уровне, безо всякого участия государства. Решение гораздо более эффективное, чем государство, проблем, которые возникали с теми же средствами индивидуальной защиты для медиков, да, там не хватающих препаратов. Абсолютно точно, да, вот как случилось, когда взбунтовавшийся баряк, новый Боровой, отключили, да, там, значит, коммунальщики, тут же, конечно, остальной Минск завалил их этой самой водой. Конечно, это раз, но и то же самое ведь происходит и в экономике, это не только в гражданском обществе. И, собственно говоря, именно поэтому и стало возможно то, что произошло вот в политике в 2020 году. В политику пришли люди, которые ничем не обязаны этой власти, они не чувствуют себя, как сказать, благодарными им, они существуют и живут, и развиваются во многом вопреки им. Они хотели бы устранить барьеры, да, а не быть благодарными им. Это чувствует сам Лукашенко, он же говорит, вот же, это же эти буржуйщики протестуют. А это действительно и есть буржуазно-демократическая революция против позднего абсолютизма, где, как бы, костяк его создают люди, которые являются независимыми. Вот то, что, собственно, и было буржуа, да, горожане, вот это третье сословие. Не люди с психологией бюджетников, не люди с психологией зависящих там и живущих на подачке государства, люди, которые умеют своим умом создавать стоимость услуги, полезные там для людей. И во многом, вот я, это не моя мысль, это мысль Павла Данейко, он часто ее повторяет, он говорит о том, что во многом путь, который был выбран, а именно отсутствие вообще какой-либо приватизации, привел к тому, что да, у нас не появилось олигархов, которые заработали на государственной собственности, зато у нас выросли гринфилд-проекты. Они, может быть, не такие крутые эти состояния, но это гораздо более ценные. То есть люди научились работать сами в таких тяжелых условиях, понимаете? Я очень люблю вот на эту тему рассказывать один короткий анекдот грузинский. Какой транспорт самый быстрый в мире? Ответ, это загадка такая, троллейбус. А почему? Потому что он привязанный и так бегает, а если отвязать, то улетит, наверное. Это вот про нашу экономику, понимаете? Если мы с такими герями на ногах еще как-то бегаем, то представьте себе, что будет, если эти гери сняться. Это будет невероятно. Просто еще раз говорю, мы привыкли воспринимать статус-кво за нормальность. Это не нормальность. И вот это вот ощущение освобождения, которое я просто уже достаточно взрослый человек, я помню и перестройку, да, и вот этот весь полет, на самом деле, когда открылось столько возможностей, да, там не всеми им удалось воспользоваться, но тем не менее, это будет невероятный, абсолютно невероятный и очень счастливый период, на самом деле. И, как сказать, я только могу всем пожелать дожить до этого, еще успеть воспользоваться плодами этого периода. Это то, что позитивно, но, как видите, это во многом не благодаря, а вопреки. А негатив, конечно, основной. Этого, Сергей, наверное, и достаточно, потому что... Сергей, спасибо вам большое за то, что нашли время пообщаться с нами. По ощущениям, это самая правильная позитивная точка в нашем разговоре, о том, что как только, если мы с гирями на ногах можем жить так и так выживать, то, избавившись от этой ноши, все будет вообще радужно, перспективно и счастливо. Сергей, в конце обычно мы просим наших гостей что-нибудь напутственное, доброе сказать, пожелать белорусам. А тут, учитывая, что еще и праздники на носу, пожалуйста. Да, давайте, давайте я скажу. Я не то, чтобы желать буду, да, я хочу, на самом деле, поблагодарить белорусов, да, потому что, ну, все-таки то, что случилось за вот эти несколько летних, весенних, летних, осенних месяцев, мы впервые сами себя узнали. У нас до этого был распространенным таким мифом, да, помните, вот этот вот, белорус сидит на стуле, а там гости, проще, вот это вот, да, 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 вот, на самом деле мы увидели, что в действительности мы вовсе не такие, да, что мы умеем организовываться, мы умные, прекрасные, действительно, и креативные люди, и, в общем, как бы, впервые эти умные, креативные люди решили, что, ну, если в этой стране, типа, не получается, мы уедем и там, где-то будем прилагать свои силы, впервые эти люди решили, нет, а давайте попробуем взять свою судьбу в собственные руки, и, в принципе, это получилось, эти выборы мы выиграли, только они у нас украли, эти выборы, вот, так я к тому, что вот это ощущение того, что мы можем это решать сами, вспомните, как, как вот эти вот, опять же, да, примеры этих первых марш, еще когда, Амон не знал, что с ними делать, и люди сами за собой мусор убирали, там, воду подносили, там, обувь снимали, чтобы вставать на скамеечке, я думаю, что главным открытием этого года является вот это вот, то, что мы, наконец, на себя посмотрели со стороны, увидели, насколько у нас много прекрасных людей, и я уверен, что с такими людьми у нас очень-очень классные перспективы, нам мешают наши, как бы, вот, как я уже сказал, внешние оковы, но, но самое главное, что мы поняли, что, что, почему так плохо живем, потому что у нас народ такой плохой, нет, это миф, на самом деле, люди у нас прекрасные. Спасибо большое, спасибо большое, Сергей, что нашли время с нами пообщаться, и желаем и вам, и всем нам дождаться же, как можно скорее, этого момента свободного полета. Наивно так, да, спасибо.